О-хо-хо-хо-хо! Вау! Программа уникальна, потому что в неё уже без всяких плагинов и аддонов встроен искусственный интеллект. То есть с помощью Filmora вы можете экономить кучу времени и делать офигенные видео. В Filmora встроен ИИ-помощник, Копилот. Он изучает ваше видео и предлагает персональные рекомендации на основе анализа. Также одной кнопкой можно сгенерировать музыку, на которой, само собой, не будет никаких авторских прав. Вот что у меня получилось. В Filmora очень много всяких эффектов для упрощения монтажа. От огня до размытия и разных переходов, которые можно накинуть буквально за секунду. Тут же есть функция удаления голоса. Позволяет легко разделять, извлекать и удалять голос из любой музыки без ущерба качеству. И новая функция луты. С помощью лутов можно легко скорректировать цвет видео и привести его к нужной вам стилистике. Поэтому скачивайте Filmora по ссылке в описании и с легкостью делайте интересные ролики. А теперь прозвучит новая песня. Примерно. Я готов. Примерно. Расскажите мне, сколько языков он знает. Там всего две струны. Вау. Я уже видел этот инструмент. Это каббез. Вау. Под эти ударные мы словно маршируем куда-то. Мне нравится, что здесь есть каббез. Это придает такой национальный колорит и атмосферу фольклора. ЗАВЫРАЖИВАЮЩИЕ Вы слышали эту мягкую Ти? Она так звучит, как щелчок. И еще меня цепляет вот что. Уже и так понятно, что он может брать эти мощные ноты. Но для меня его сила в том, что он может петь это так мягко. Это же почти шепот. И это настолько обворожительно. В этом шепоте столько веса. Ведь он наполнил этим весь концертный зал. И это говорит о чем-то. ЗАВЫРАЖИВАЮЩИЕ Вот это человек за пианино. Он знаменитый. ЗАВЫРАЖИВАЮЩИ ВАУ! Он владеет сценой, как бог. Еще и играет на камеру. Вот это его одно движение. Будто он управляет камерой. Когда он делает вот так, камера начинает отдаляться. И здесь же есть этот басовый эффект. Так что это еще синхронизируется с музыкой. Вроде бы это так просто. Он просто ведет рукой, и это выглядит так элегантно. Он знает, как это правильно делается. Он не такой певец, который просто берет ноты и поет их. Он певец, который делает настоящее представление. Здесь есть подача и сама манера. Видели? Так резко отдернул микрофон. Вау! Это такой красивый инструмент. И мне нравится песнопение хора на заднем плане. И это все так красиво нарастает. Эти струнные. Это оркестровое звучание, придающее атмосферу. Еще мне нравится, как музыка немного понижается. Там звучит только пианино. И его голос ложится поверх него. И все это приобретает волнистую форму. Оно поднимается и понижается, когда он поет. Он сейчас, как древний бог, нисходящий на землю. Такое ощущение чего-то вечного. Жизнь и любовь, которые потерял, я чувствую их до сих пор. Какая навязчивая поэзия, переходящая в лирику. Странник на чужой земле. Это новая жизнь. И новая попытка познать себя. И это интересно. Потому что обычно ты узнаешь, кто ты есть, благодаря своему прошлому. Но здесь это обращено к будущему. То есть то, что будет, покажет тебе, кто ты есть. Я знаю, что я глубоко ушел в текст, в то время как он блистает своим диапазоном. И он не устает поражать меня. Вау! Вау! Нет! Голос не может так делать. Ну не может голос взлетать так на небеса. Мне так понравился вот этот его риф. В нем было что-то такое средневосточное. Новая земля, как я могу видеть. Новая земля, где мои ноги. И опять же, простое движение, но на нем было повязано все. Даже визуализация на заднем плане. Все здесь работает в синергии. И знаете, меня унесло в какое-то далекое место. Это манящая игра на струнах моего воображения. Я словно брожу по незнакомой земле. Я как странник. Эта история может быть о поиске себя. Когда вся твоя жизнь до этого, которую ты, возможно, потерял, она возрождается и превращается в нечто новое. Вот такая вот метаморфоза. Вау! 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 Невероятно! Невозможно! Димаш Кудаберген! Я вот что скажу. Игорь Крутон! Просто захватывает дух. И вот что поражает меня больше всего — Это же живое выступление. Одно дело — спокойненько записать всё это на студии, и потом сделать это как клип, когда вся сложная часть сделана заранее. И другое дело — спеть это вживую. Это вообще небо и земля. И в этом есть какая-то своя магия, какая-то сущность живого выступления. И это же максимальный уровень сложности. При том, что нужно будет взять все эти ноты и сделать это идеально. С этим километровым диапазоном, не забывая про сценическое обаяние, ещё и эмоцию. Вдобавок, слова в этой песне — это тоже какой-то другой уровень. И сама композиция песни. Там столько взлётов и падений. Я был словно на гребне волны. Это было необычайно. Димаш, ты официально прокачан.